Репчатый лук – наиболее распространенная овощная культура. Благодаря особенному аромату и лечебным свойствам, лук является незаменимым продуктом питания. Химический состав лука непостоянен. Зрелый лук содержит в себе много минеральных веществ, таких как сера, калий, фосфор, кальций, магний. Также в состав лука входят необходимые витамины С, А, В1, и незаменимые аминокислоты, в сумме составляющие 520 мг на 100 г сырого вещества. Лук репчатый – это многолетнее растение, которое состоит из трубчатых листьев, видоизмененного побега луковицы, укороченного побега донца, на котором закладываются почки. Лук репчатый является холодостойкой овощной культурой. Оптимальная температура для развития в период вегетации составляет от 17 до 19 градусов Цельсия. Минимальная температура, при которой возможно развитие растений, составляет плюс 5 градусов Цельсия. Это самое низкое значение температуры как для прорастания семян, так и для развития биомассы растения. Производить сев лука необходимо как можно раньше. Это нужно учитывать при выборе предшественника. Лучшими предшественниками на юге Украины являются черный пар, ранний томат и бахчевые. Допустимым предшественником также считается озимая пшеница. Но после данной культуры существует большая вероятность увеличения количества почвенных вредителей, которые способны повредить как всходы лука, так и капельную ленту. Основная обработка почвы включает в себя следующие мероприятия. Дискование, вспашка на глубину 25-27 см, 1-2 культивации по мере отрастания сорняков. Поле должно уйти в зиму максимально выровненным. Предпосевная обработка почвы – очень важное мероприятие в технологии выращивания лука репчатого, так как дальнейшее производство выровненных по форме и размеру луковиц во многом зависит от структуры почвы. Весной обработка почвы, как правило, ограничивается только баранованием. Допустима одна поверхностная обработка почвы культиваторами сплошной обработки на глубину не более 4 см. Посев лука производят при первой возможности выхода в поле. Глубина посева составляет 2,5-3 см при поверхностном орошении и 1,5-2 см при капельном орошении. Норма высева лука составляет 0,7-0,9 млн на гектар для ранних гибридов и 1-1,2 млн на гектар для поздних гибридов. Схема посевов лука на капельном орошении зависит от ширины колеи трактора и для каждого предприятия индивидуально. Точность высева – это показатель, который имеет огромное значение для получения однородных луковиц высокого качества. Система точного высева обеспечивает одинаковым расстоянием между луковицами, что, в свою очередь, дает возможность растениям развиваться в одинаковых условиях. Желательной точности высева семян можно добиться, используя разные высевающие аппараты, приставки и изменяя регулировки высевающего аппарата сиялки. Лучшим выбором является пневматическая сиялка, которая поддается тонкой регулировке и обеспечивает точный высев и равномерную густоту посевов. Лук обладает слаборазвитой корневой системой. Основная ее часть находится в 20-сантиметровом слое почвы, поэтому он очень сильно требователен к регулярному водоснабжению. В течение всего периода вегетации лука имеются два наиболее критических момента, которые наиболее влияют на будущий урожай. Первый период – прорастание семян в сходы. Второй – период интенсивного роста луковицы до начала полегания пера. Для нормального развития растений необходимо обеспечить постоянное поддержание почвенной влаги в корнеобитаемом слое почвы, глубина которого для лука составляет 20-60 сантиметров. При интенсивном развитии вегетативной массы влажность почвы должна составлять около 70% от наименьшей влагоемкости, а при формировании луковицы – 80%. Отсутствие стабильного уровня водообеспечения растений может привести к удлинению луковицы. Также можно наблюдать разрывы покровной чешуи, которые происходят вследствие вторичного роста луковицы из-за нерегулярных поливов. Найлучшим способом полива является капельное орошение. Ведь при таком поливе вода подается прямо в зону корневой системы, а испарение идет только через растения. При использовании капельного орошения на четырехрядной грядке лента должна размещаться между первым и вторым, третьим и четвертым рядами. Также через систему капельного орошения проводятся подкормки минеральными удобрениями, которые вместе с водой равномерно распределяются под каждое растение. Лук репчатый – культура довольно требовательная к высокому плодородию почвы. По выносу элементов питания лук уступает только корнеплодам, капусте и некоторым видам бахчевых. Гибриды острого лука на одну тонну продукции выносят больше элементов питания, чем сладкие. На практике при выращивании лука на капельном орошении практически всю норму удобрений вносят методом фертигации. Подкормку начинают производить с появлением первого настоящего листа. До этого полив производят только водой. С появлением первого настоящего листа дают только фосфор в виде ортофосфорной кислоты. В это время молодые растения могут испытывать различные стрессы от перепада дневных и ночных температур. В таком случае очень важно дать удобрения, которые обладают высокой растворимостью и содержат в себе не только необходимые элементы питания, но и вещества, которые могут работать как антистрессанты. Лучшим решением будет применение комплексного удобрения «Плантатор 105410» в норме 2 кг на гектар. Фосфор в начале вегетации влияет на активное развитие корневой системы, чем улучшает поступление питательных элементов в растения. Повторные внесения фосфора производят через 3-4 дня. На третий раз вместе с фосфорными удобрениями вносят азот в виде аммиачной селитры в норме 5-10 кг на гектар. Далее с каждым поливом норму азота постепенно увеличивают. Калийные удобрения в самом начале вегетации не дают. К моменту, когда лук сформирует 6-7 лист, необходимо внести азота 70%, фосфора 60-70%, калия 30-40% от запланированной нормы. Начиная с 6-7 листьев, каждые 2-3 дня с поливом дают 12-15 литров ортофосфорной кислоты, 50-75 кг аммиачной селитры и около 30-50 кг сульфата калия. Для лучшего использования вносимых элементов питания необходимо вносить препараты на основе гумато-калия, которые увеличивают всасывающую способность корневой системы растений. В качестве такого препарата можно использовать органоминеральное удобрение «Ростконцентрат» в дозировке 4-6 литров на 1 гектар методом фертигации. Если питание растений методом фертигации не производится 2 или 3 дня, то норму удобрения нужно увеличить в 2 или 3 раза соответственно. Также нужно учитывать тот факт, что при увеличении дозы удобрения также нужно увеличить поливную норму в 2 или 3 раза, которая будет составлять в данном случае около 100 кубов воды на 1 гектар. В качестве листовой подкормки можно использовать следующую смесь «Ростконцентрат» 1 литр на гектар плюс «Хелатин Мультимикс» 1 литр на гектар. Плантатор 105410 в норме 2 кг на гектар. Обработку данными препаратами стоит произвести в фазу образования 3-4 настоящего листа. Начиная с фазы 6-7 листьев необходимо вносить удобрения с повышенным содержанием калия. Например, «Хелатин Калий», который благодаря своей универсальной формуле может применяться как для внесения путем фертигации, так и для листовой подкормки. На щелочных почвах лук очень хорошо реагирует на внесение марганца. Если растения начинают испытывать дефицит в этом элементе, необходимо внести «Хелатин Марганец» в дозировки 1 литр на гектар. Чтобы луковицы были крепкими и твердыми, необходимо произвести несколько некорневых подкормок препаратом «Хелатин Кальций». Борьба с сорняками является залогом будущего урожая, так как лук является медленно растущей, но светолюбивой культурой. В фазе кнутика лук наиболее чувствителен к действию гербицидов, поэтому в эту фазу их использование недопустимо. Почвенные гербициды необходимо вносить по влажной почве. Во избежание повреждения всходов лука необходимо производить полив на 4-5 день после их внесения. Селективные контактные гербициды начинаем вносить с появлением первого настоящего листа и то появление 5-6 настоящих листьев. Дозировка в данном случае увеличивается с каждым появившимся новым листом. За день до применения контактных гербицидов и на следующий день после него поливать растения лука запрещено. Основными заболеваниями лука являются шейковая гниль, фузариоз, вызывающие загнивание донца, переноспороз и альтернариоз. Основными приемами борьбы против данных заболеваний являются соблюдение севоборотов, протравливание семян, системные обработки фунгицидными препаратами каждые 10-12 дней, а при влажной погоде каждые 5-7 дней. Основные вредители лука это луковая муха, трипсы, луковая моль, луковый скрытохоботник, луковый клещ. Методы борьбы против всех вредителей в основном включают в себя применение инсектицидов и инсектоакарицидов. Главным признаком того, что близится уборка, является полягание листьев. Это происходит по причине того, что шейка луковицы теряет тургор. В это время начинается отмирание корневой системы. Луковицы покрываются сухой и крепкой чешуей. Прекращается образование новых листьев. Вегетирующий лук рекомендуется обрабатывать регулятором роста фазор, который ингибирует прорастание луковиц при хранении. Тем самым продлевая срок его хранения. Существуют две технологии уборки лука – вручную и механизированная. Механизированная, в свою очередь, делится на одну и двуфазную. Найменьшие потери составляют при однофазной уборке, которая включает в себя выкопку лука с одновременным подбором и вывозом его из поля в хранилище, где проводят его очистку и досушку перед закладкой на хранение. Лук хранят двумя способами – с замораживанием и без него. Для острых сортов лука оптимальный режим хранения без замораживания при температуре – минус 1, минус 3 градуса Цельсия. Для полуострых и сладких – 0, минус 1 градус Цельсия. Необходимо избегать высокой влажности воздуха, чтобы не спровоцировать прорастание луковиц и не допустить развития серой гнили в области шейки луковицы. Лук репчатый – это культура интенсивной технологии производства, поэтому ее выращивание предусматривает высокие затраты, а при применении сортов с низким генетическим потенциалом невозможно получить высокой урожайности даже при интенсивной технологии. Поэтому для достижения максимального результата при выращивании лука необходимо подходить комплексно, используя передовые технологии, которые включают в себя высокий уровень агротехники, использование семенного материала с высоким генетическим потенциалом, внесение минеральных удобрений, регуляторов роста и микроэлементов в хелатной форме. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok